Можно ли построить настоящий самолёт в домашних условиях? Валерий Каталкин из села Данила Ивановка Мелитопольского района в своём дворе сконструировал два сверхлёгких самолёта. Сейчас энтузиаст-конструктор занимается сборкой третьего летательного аппарата. Об этом он рассказал нашему собственному корреспонденту Сергею Нацаканову. Житель села Данила Ивановка Валерий Каталкин специального образования не имеет. Однако говорит, что для него ничего сложного в проектировании летательного аппарата нет. Пока его самолёт находится в стадии сборки. Называется «подкосный высокоплан классической конструкции». Собран по личным чертежам и расчётам. Раньше Валерий Викторович служил на аэродроме старшим авиационным механиком. Это давно есть литература такая именно для самодельщиков. Вот не надо там особой квалификации, чтобы взять ручку, посидеть и посчитать. Ну, конечно, синусы знать надо, как пользоваться таблицами. Я в школе хорошо учился. Свой первый самолёт, он был несколько меньше этого, Валерий Викторович построил 20 лет назад и подарил своему товарищу из Одессы. Ещё один – точная копия двухместного американского самолёта «Пайпер П-3» Валерий смастерил со своим другом. Этот высокоплан собирает для себя. «Самолёт строится в течение двух-трёх тысяч человеко-часов. Меньше не получается. Каждая деталь сделана индивидуально. Вот именно она такая должна быть, её нужно подогнать. Несколько раз. Померил – не подходит. Опять подточил, опять померил. Только тогда её вварить можно. И на всё это нужно время. Две-три тысячи – это очень много времени. Это вот так одному строить около двух лет». Взлётно-посадочные характеристики самолёта улучшены благодаря большой площади крыла. Его размах – 8,5 метров. Деревянное крыло взято от планера промышленного изготовления. Дополнительно усилено и адаптировано к данному типу самолёта. Фюзеляж – сварная конструкция, кабина дюралевая. Рычаг управления скопирован с военного самолёта МиГ-25. Из приборов установлены вариометр, высотомер, указатель скорости и другие необходимые для безопасного полёта датчики. «Здесь будет двигатель, будет капот, будет винт впереди двухлопастный большого диаметра». Пока самолёт в небо не взлетал, но уже была опробована скоростная пробежка. Двигатель будет установлен австрийского производства. Сборка самолёта обойдётся его хозяину приблизительно в тысячу долларов. «Я не считаю, что это роскошь. Это увлечение. Вот если кто-то алкоголик пьёт, да, это у него такое увлечение». Крейсерская скорость будущего самолёта – 120 км в час. От Мелитопольского района до Запорожья можно долететь за один час. Для этого понадобится около 8 литров автомобильного бензина. Для взлёта летательному аппарату необходимо 30 метров относительно ровной поверхности. Расчётный вес самолёта – 184 кг. За штурвал может сесть только один пилот весом до 110 кг. Опрыскивать поля на своём самолёте Валерий Викторович не планирует. Своё детище будет использовать исключительно для собственного удовольствия – полетать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова